Мы продолжаем наш следующий бой. Шесть раундов. Первый на легчайший вес. Это женский поединок. Рефери в ринге Алексей Козлов. Боковые судьи Юрий Копцев, Элбек Циренов, Александр Калинкин. Встречаем участниц. В синий угол ринга спортсменка из Москвы. Лидия Сахончик! И снова барышни на ринге сейчас появятся. Первая из них. Лидия Сахончик. Председница Москвы. Метр семьдесят семь. Ее рост пятьдесят пять лет спортсменке. Участница двух поединков. Красный угол ринга. Спортсменка из Ивановской области. Анна Левина. А сейчас появится Анна Левина. Какой известный. Миллион алых роз. Романтика. Пять побед, четыре нокаута. Матонистское поражение у Анны Левиной. Поддерживает Анну Левину Ташир Спорт. Основатель Бортиросян Нараир. И в его зале дети тренируются бесплатно. Что очень важно. А тренером Анны Левиной является Александр Махмутов. Свой дом. Родом картины и кровь. И на все деньги купил. Но еще отметим такой момент, что это бой-реванш. Бой-реванш. Анна Левина побеждала в 2018 году в декабре Лидию Сахончик. И Лидия сама попросила реванш. Поэтому, друзья, вот так вот у нас бой-реванш. Причем принципиальный. Ждем представления спортсменок. Представляем участниц шестерраундного поединка в первом наилегчайшем весе. Синий угол ринга. Спортсменке 36 лет. Рост 157 сантиметров. Вес 55 килограммов ровно. Проводит свой третий профессиональный поединок из Москвы. Лидия Сахончик. Красный угол ринга. Спортсменке 33 года. Рост 154 сантиметра. Вес 54 килограмма. 950 граммов. Профессиональный рекорд. Шесть боев. Пять побед четыре нокаута при одном поражении. Чемпионка мира IBA в первом наилегчайшем весе из Ивановской области. Анна Левина. Первый раунд. Итак, дорогие друзья, Анна Левина против Лидии Сахончик. Первый легчайший вес весовой категории до 52 килограммов по 200 граммов. Реванш. Реванш. Подчеркнем еще раз. Это очень. Добавляет градуса поединку. В прошлый раз все закончилось нокаутом. Анна Левина соперницу на четвертой секунде второго раунда отправила в нокаут. Посмотрим, как будет сегодня. И центр ринга сейчас занимает Лидия. Лидия. Ну так они меняются позициями. Кстати, видно, что Сахончик очень серьезно настроен. Да, ну это была ее инициатива. Она попросила этот бой. Для нее в какой-то мере, наверное, даже возможность устроить ренессанс в карьере. У Анны Левиной было единственное поражение от Оксаны Романовой в июле 2019 года. Но там она проиграла по делу. Мы этот поединок показывали. Там без вопросов Аня проиграла. Но после этого она одержала две победы. Одну из них нокаутом. Причем на выезде в Испанию. Накоментировала Викторию Симонову. И затем у нее был поединок против Сарафины Джулиус Беллы в Москве. И причем бой был за пояс. За пояс чемпионки мира по версии IBA. Так что Анна Левина у нас, в общем, спортсменка титулованная. Если я не ошибаюсь, сейчас не скажу какой. Но у Левиной, кроме титула IBA, есть еще один пояс на сегодняшний день. Вполне возможно. У IBA точно есть. Там, кстати, пришлось Анне Левиной спуститься вниз. Причем серьезно. Она выступала в минимальном весе 47 килограммов 600 граммов. Этот бой проходит 52.2. Закончим первый раунд. Подшибательная по своей красоте девушки. Если будут с повязки, они были бы еще прекрасны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секунданте. Второй раунд. Что-то у Анны Левиной. Да, возможно, травма. Кто-то с ухом. Нет, готово. А, или, может, серьги забыли снять? Может. А там просто я услышал рефери, сказал, что-то проснимаете. И что-то с ухом. Ну, ассоциация у меня. Сережки? Да. Может быть, кто знает. Может, одну забыли снять перед боем. Всяк бывает. И смотрите, как агрессивно начинает второй раунд Анна Левина. Сохонщик. Неумолимо. Спокойно. Хладнокровно. Очень хочет попасть на свою излюбленную дистанцию. Ну, здесь, на самом деле, на бумаге фаворит, конечно, Анна, если судить по послужному списку и так далее. Ну, насколько заряжен у Сохонщик, да? Прям видно. Мотивация и стимул – это великая вещь, да. Левина здесь пропустили, кстати, обе сейчас обменялись. Пока создает проблемы своей сопернице Сохонщик своим стилем, своей манерой ведения боя. Постоянно поддушивает. Хотя, ты знаешь, вот, в принципе-то, дистанция. Опа, пропускает сейчас на коротке справа, кстати, Левина. Вот так вот. Не просто, не просто, Анне. Не может пока подстроиться, судя по тому, что я вижу. Неудобный оказалось Сохонщик. В бою реванш, да. Ну, да. Ну, тем не менее, это с декабря 2018 года, скажем так, много воды утекло. Возможно, изменило что-то в своей работе Лидия. А можно же посмотреть. Ну, именно. Ну, ты знаешь, она с апреля 2019 года не выступала. Больше года. Да. Было время подготовиться. Потому что как раз готовилась к реваншу. Легко. Легко. Большие паузы Лида подсказывает Сохонщик. Призывает ее поактивнее работать. Навстречу отработала Левина. Очень неплохо сейчас. И опять на контратаке и приклеилась к сопернице на всякий случай. Хороший способ избежать контратаке. И опять. Провалила сейчас Левина соперницу. Ну, вот, кстати, неплохой эпизод для Анны. Отметим сразу. Закончим в другой защите. И закончим второй раунд. Напоминаю, друзья, что в женском профессиональном боксе раунды длятся под верь. Продолжение следует. Еще раз, два, три. Повторная атака. Раз, два, раз, два, три. Живот не забывай. Раз, два, три, раз, два, три. На животную голову договорись. Вот так, в воду. Седьмой данный. Третий раунд. Третий раунд. Лидия Сахончик, Анна Левина. Первый легчайший вес. Весовая категория до 52 килограммов. 200 граммов. И это был реванш. На бумаге фаворитов выглядит, да, на Левина. Но отметим, что Лидия Сахончик очень так, в хорошем смысле слова, борза. Борза работает и достаточно нагло. Будем откровенно, создает проблемы. Хотя сейчас в атаке Левина и был у нее хороший точный правый боковой. И еще один. Ну, я думаю, что Анюта так подразозлилась. Да, возможно, будет начинать форсировать события. Там была накачка такая большая в ее углу, кстати. В принципе, Сахончик-то делает все одно и то же. Тут вопрос с Левиной. Сможет она подстроиться или не сможет. Да, сейчас у Анны все в руках. Соперница многое позволяет. Сама не так много делает. В принципе, открытый корпус, да. Здесь напрашивается вот эта работа по корпусу от Левина. Но она, мне кажется, на голову зарядилась. И, возможно, зря. Взяла паузу Левина. Но она такая в роли контрпанчера выступает сегодня. Хорошо встретила, кстати, сейчас джебом она Сахончик. Дошел удар справа вскользь, но, в принципе, дошел к Левину. Так, что здесь? Там шнурки развязались у Сахончик. Давно я заметил. Сейчас рефери тоже обратил внимание. Быстренько устранят этот недостаток. И бой будет продолжен в любую ситуацию. Там совсем немного времени остается от третьего, если не ошибаюсь, раунда. Хорошая была атака встречная со стороны Левина, кстати, сейчас. Вот ты знаешь, в третьем раунде Аня тут смотрится уже лучше, чем в первом. Повысило темп, стало больше обманных движений совершать. И больше выбрасывать. И сразу, да, сразу пошла другая работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА